всем привет сегодня рассмотрим продолжение темы про приучение ребенка горшку мы поговорим о технических моментах которые помогут вашему малышу самостоятельно с небольшими подсказками найти верный путь горшку меня зовут анастасия вы на канале baby go я постараюсь осветить все эти моменты поехали когда вы начнете приучать вашего ребенка горшку помните что важно соблюдать три основных правила первое тише едешь дальше будешь это самый лучший алгоритм вопросе приучения ребенка горшку одна из основных причин отказа ребенка использовать горшок по назначению это спешка родителей второе выбираем удобный горшок ребенку горшок должен нравиться горшок должен быть таким чтобы на него было удобно садиться удобно сидеть на нем он не должен и прокидываться естественно должен легко мыться спокойного цвета и подходящим по размеру это снизит уровень сопротивления ребенка припользований горшком хорошая вещь кресла горшки на него дом насадиться с него легко вставать а также всегда есть надежная опора для спины. И еще он легко вынимается для мытья. Третье. Начинаем здесь и сейчас, но учитываем текущую ситуацию. Многие родители начинают приучение к горшку слишком поздно. Это приводит к тому, что ребенок не получает возможности пройти нужные этапы взросления и контроля за мочеиспускательной функцией. Но при этом, когда ваш малыш проходит через стадию негативизма или прочие стрессовые ситуации, с приучением стоит повременить. Теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию, как помочь вашему малышу освоить горшок. Убейтесь в том, что ваш карапуз готов. Смотрите на ребенка в поисках следующих признаков. Он имитирует то, как вы ходите в туалет, понимает простые просьбы, сообщает вам о своих других ощущениях, например, о голоде, ходит сухим дольше, хотя бы два часа, садится на горшок или забирается на унитаз, сообщает о том, что он мокрый или грязный, исследует свои гениталии. По внешнему виду вы можете определить, что ребенок вот-вот пописывает или покакает, присаживается, хватается за штанишки, скачет, пытается уединиться, кряхтит. Убедитесь, что вы готовы сами. В доме должна быть мирная обстановка. Необходимо ваше полное погружение в процесс приучения. Но при этом не забываем про чувство юмора, терпение и позитивный настрой. Также родителям будет полезно показывать наглядный пример со своим участием. Научите своего ребенка, куда нужно идти и как это называется. Ознакомьте малыша с местом и приспособлением для справления нужды. Научите своего ребенка словам для обозначения частей тела и действий. Научите ребенка связывать ощущения и процесс. Следующим шагом нужно помочь ребенку установить связь между тем, что он чувствует и тем, что необходимо сделать. В целом приучение горшку представляет собой процесс формирования серии связей. Почувствовал позыв, сел на горшок, сел на горшок, опустошил мочевой пузырь или кишечник. Первая цель – помочь ребенку соединить то, что он чувствует, с тем, что необходимо сделать. Когда вы видите, что малыш вот-вот сделает свои дела, напомните ему – веди на горшок, отведите его к горшку. Далее сообщаем ему о том, чтобы он предупреждал вас о своих намерениях. Следующая связь, которую необходимо установить, когда ребенок садится на горшок, он делает туда свои дела. Избавьтесь от подгузников. Можно использовать так называемые тренировочные трусики, если аварии еще случаются. Научите вашего ребенка подтирать себе попку, смывать, мыть руки, одеваться. Но не переусердствуйте этим, можно спугнуть новый навык. А в заключении хочу вам сказать, что если даже все эти шаги вам не помогли, не стоит расстраиваться. Отложите приучение на некоторое время, и очень скоро ваш малыш обязательно даст вам понять, что ему мокро и неуютно, а может быть даже сам снимет штанишки. Не скупитесь на похвалы, ведь каждое маленькое его достижение на самом деле – это большая победа и шаг в возрослую жизнь. Ну а с вами на канале BabyGo была Анастасия. Подписывайтесь на наш канал. Здесь вы найдете множество развивающих игр для вашего малыша, а также полезные советы для молодых мамочек. Оставляйте свои комментарии, ставьте пальчики вверх. Делитесь данным видео с вашими друзьями, у которых тоже есть маленькие дети, которым также важно максимально безболезненно обучить ребенка использовать горшок по назначению. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok